Чего боятся мужчины? Я в душе женщин. Мы снимаем проклятие. А как, да? С этого момента ты слушаешь внимательно меня. Такая с дебелёнышем, я повторяю. Ну скажи это слово. Дебелёнышем. Я тоже могу сказать дебелёнышем. Случился быстрый секс, родился ребёнок. У тебя так было? Я сама в шоке. Не, Ева поручила тебя укусить. Не сходится падла сейчас. Это очень сложно вести дальше программу. Если сзади есть женщина, то всегда ты уже второй. Сзади есть женщина, это хорошо. Ну или спереди. Ну что, и как? И да? И да или нет? И поехали. Каждый день практиковался. Вот такая эротичная игра. Хорошо. Я даже не знаю, с какой стороны помочь. Ты опять о сексе. Нет, всё, мы не будем это обсуждать. Нужно найти такого же партнёра. Нас дети смотрят. Да хватит мне родину заказать. Не нравится. Всё? Ну многие называют это любовью. Да? Да. Я был прав, я так и знал. Мы демонстрируем, как решать семейные конфликты. А как эпатажненько всё начиналось. Вечер добрый, это Правдиво. Я Ева Бажин, Крещатик 26. И говорим мы сегодня про мужчин, женщин и про их страхи. Страх. Вразливое место, которое есть у каждого. Но все мы разные. Те, чего боятся женщины, часто вызывает смех у мужчин. А чоловічі страхи викликають повне нерозуміння у жінок. Та, чтобы побудувати гармонійні і міцні стосунки, потрібно зрозуміти і розпізнати побоювання партнера. Деякі жінки впевнені, що чоловіки не бояться абсолютно нічого. Однак це не так. Представники сильної стації так само, як і жінки мають страхи. Звичайно, деякі бояться висоти, хтось швидкості або темряви. Але найчастіше побоювання чоловіків повязані саме із жінками. Їхньою поведінкою та їхнім впливом. Що приховують чоловіки і жінки, які таємні страхи заважають їм зрозуміти один одного. Чому чоловіки бояться розумних, сильних і красивих жінок? Страх бути незрозумілим, крах кар'єри, неповага, відмова коханої, втрата авторитету чи зрада. Сьогодні вправдиво ми дізнаємося, чого насправді бояться чоловіки і жінки. А в нашій студії сьогодні суперспеціалісты, психологи, психоаналитики. Називайте їх, як хочете, семейні спеціалісты. Борис Пахоль і Наталья Холоденко. Борі, перший вопрос у мене к тебе. Чого бояться мужчини? Ну, різні мужчини бояться разного. Борис Пахоль. Психолог, бізнес-консультант, співак, інструктор з йоги. Засновник та активний учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних громадських організацій. Друкується на сторінках відомих видань. Крім того, Борис – талановитий магістр музичного мистецтва. Глибина і естетика почуттів – те, що проходить через усю його творчість. Пахоль стверджує, моя музика – шматочок мене. Мене кайфового, сексуального, люблячого. Це моє ставлення до жінок та чоловіків. Для мене цей стан звичний, і мені хочеться його висловлювати. Різні мужчини бояться разного. Хтось боїться показатися в глазах жінки соціально несостоятельним. Може, не хватить гривень, статусу, або ще чогось. Катим-то мужчинам, для которых важна своя сексуальная мула, вони більше переживають за те, що вони можуть не понравитися, як самці, як некі такі сексуальні об'єкті. Єсть жі мужчини, які переживають за сердечне отношення женщин к ним. Тобто вони чувствують, що наверняка вона точно їх не полюбить, або точно вони будуть жісткій з ними і так далі. Але нас же їх точно не полюбить. Але якщо чоловік... Їх. Якщо чоловік... Їх. Це якраз... Замечання таке дуже важне. Я в житті жінки в житті жінки должны бути хоча б три жінки, які все время вокруг нее... Пять? Нет, п'ять много. Це треба со всеми график составлять. Так, подожди, секундочку. Це одновременно чи це одновременно, або це одновременно? Це кроме мужа. А, кроме мужа плюс три, то есть четыре. Це буде запись. Катя, ти нас слушаєши, шановні паузи. Плюс два, два-три. Два-три одновременно. Ти від лиця жінки сейчас говоришь? Да, від лиця всіх я сейчас говорю. Всім так лучше. Наталія Холоденко – провідний практичний психолог з 12-ти річним досвідом роботи. Кандидат філософських наук, керівник школи психології і одна з кращих фахівців СНД у сфері щасливих сімейних відносин. Регулярно проводить майстер-класи та тренінги, а її клієнтами вже стали люди із більше ніж 30 країн світу. Наталія володіє всіма основними напрямками психології. Тематичний психомалюнок, психодрама, цілесна терапія, арт-терапія, коучинг та інші. Вона точно знає, якою має бути справжня жінка і як побудувати ідеальні стосунки з чоловіками. Два-три. Два-три одновременно. Ідеальна схема. Ти от лица женщин щас говориш? Да, от лица всех я щас говорю. Хорошо. Всем так лучше. Вот так вот. А давайте ещё раз. Боря, давай так. Тебе сегодня, а, придётся отдуваться за всех мужчин и говорить за всех мужчин. Можно я буду за женщин? Я в душе женщина. Боря, ну зачем? Мы понимаем теперь твой страх. Мы понимаем. Но давай ты расскажеш нам о страхах мужчин. Вот говорят, что мужчины очень боятся стерв. Мужчины очень боятся красивых женщин. Мужчины очень боятся умных женщин. Скажи, пожалуйста, почему они боятся вот такие вот, казалось бы, три разных типажа? Ну, я думаю, любой страх человека связан с... Ну, подобный страх, невротический страх. Он связан, прежде всего, с переживанием о разрушении какого-то своего идеального образа. Образа себя, который человек хочет нести в массы. Он хочет таким выглядеть в глазах окружающих. И если этот образ потенциально может быть разрушен, например, мужчина переживает, что он не умный. Вот с детства такая проблема, такой невроз у него был. И если женщина умна, он будет всегда переживать, что рядом с ней будет подтверждаться его самый главный страх жизни. Он не умный. Он всю жизнь хотел папе доказать, что папа, смотри, я это сделал. Правда же я умный? Почему? Он хотел, чтобы папа его любил. А папа говорил так, я тебя буду любить, я тебе дам каких-то сердечных переживаний, если ты молодец, если ты в школе хорошо учишься, отметки хорошие приносишь, если правильно что-то выразился как-то и так далее. То есть, ну, не обязательно он тупой, да? Он просто может себе так думать, что он ступоват. У меня кажется, что мужчины боятся умных женщин, потому что умные женщины их быстро в семейном конфликте переспаривают. Как это научно сказать? Я не знаю. Побеждают их в споре. Ну, можно и так. Мне кажется, это исключительно вот все очень практично у мужчин. Может меня переспорить, не подходит. Знаешь, как Сократ, чего он женился, помнишь? Нет. Ну, потому что ему сказали, ты самую конфликтную бабу во всех Афинах взял себе в жену. Он говорит, ну, я же хочу стать великим оратором. Он каждый день практиковался. Ну, да, наверное, все-таки Сократ это не среднестатистический украинец. И когда он, видимо… А зря. Ну, как-то подходил к этому вопросу более осмысленно. Все же, когда мы говорим о таком среднестатистическом мужчине, то чаще переживание даже не на тему… В Украине, да, не на тему того, умный я или нет, или умнее меня женщина или нет, а скорее вопрос статуса материальной составляющей. Если женщина занимает более высокий статус или больше зарабатывает, очень часто мужчин колбасит, они переживают за что? За то, что рядом с такой женщиной он будет постоянно чувствовать, что он… Это как бы постоянно напоминание, что он какой? Ну, лузер, да? Или он недостаточно зарабатывает, или он недостаточно круто выглядит и так далее. Если у человека есть невроз на почве такого социального статуса, он обязательно хочет круто очень выглядеть, то, понятное дело, рядом с такой женщиной он будет испытывать дискомфорт. Слушай, но это большинство или это все-таки как? Как это воспринимать эту информацию? Я бы так сказал, это наиболее распространенный психотип, наиболее распространенный невроз. Угу. Аташ, что скажешь? Ой, ну я скажу, что, Боря, так оптимистично ты смотришь на наше общество, потому что сейчас, наоборот, очень большое количество обращений людей, женщин с тем, что пять лет с дивана никакими методами он не поднимается, даже если получится мясо махать при носом… Ты опять о сексе, я понял. Нет, ну почему о сексе? Я о том, что ты говоришь про какую-то более-менее такую цельную… Мясо, просто мясо. Мясо, а, даже вот так вот, да? Для того, чтобы съесть это мясо, вот. Вот они его как-то выманивают, ну пойди поработай, у нас же дети, может быть что-нибудь. А они как-то вот запротивляются этому. То есть вот та концепция, которую ты озвучил, я с ней не спорю, но она относится к таким прогрессивным мужчинам, которым в принципе не все равно, что о них думают. К сожалению, сейчас очень многие мужчины, они знаете, они как-то так позволяют думать о них плохо и не сильно переживают по этому поводу. И огромное количество женщин, даже весьма успешных, часто задают вопрос, как ему помочь поверить в себя, как ему там помочь заработать денег. Ну если ему 50 лет и он никогда их не зарабатывал, уже никак, это точно. А заканчивается все пележом, попытка его скинуть с дивана, заставлять, вот ты опять ничего не делаешь. Ну как в той сказке, помните, про старика и рыбку, когда старуха дурачина ты простофиля говорит своему старику, и опять ничего не сделал, да? Он говорит, я пришел, видел рыбу, она отлично со мной общалась, как бы, но я ничего не купил, ничего не попросил для дома. А она, ах ты такой, опять на диване сидел, да? Опять фигней занимался, рыбу ловил. То есть, да, это, наверное, все-таки наиболее распространенный в Украине сценарий мужско-женских отношений. Да не только в Украине. Да и, наверное, не только в Украине. Вообще сейчас такая... Во всех бедных странах это очень распространенная тема. Наташа, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, чего боятся мужчины? В семейных отношениях или вообще по жизни? Нет, в отношениях женщин, вот в отношениях женщин или в отношениях с женщинами, ну... Ну, мне кажется, что мужчина боится не быть главным. Хотя большинство не главное в реальной жизни, но боятся этого. И продолжают бояться. Но продолжают этого бояться, да. Мне кажется, мужчина боится... Вот этот кризис сорока лет, сейчас он помолодел даже немножко, он связан со страхом вообще в принципе не реализоваться в жизни. И часто, когда этот кризис наступает, он именно женщину пытается в этом обвинить, что это из-за тебя, это я вот детей с тобой нянчил, а мог бы. Удобненько. Да, удобненько. Я вообще считаю, что тут главная трагедия вот этих отношений мужчина-женщина наших в постсоветском пространстве, она состоит в том, что женское воспитание в принципе везде. Мальчик родился, кто его воспитывает? Мама и бабушка. Папа занят чем-то. Или папу не подпускают первых два года, потому что он дебеленыш, не может с этим ребенком обойтись как-то, а потом папа как-то и не знает с какой стороны. Ну что, они права? Ну, отчасти. Ты должен сейчас со мной соглашаться. Нет, мы должны спорить. Со своим дебеленышем. Мы должны спорить на эту тему. Нет, ну почему? В садик приходит ребенок, там женщины, в школу приходит мальчик, да, вот мы говорим об этом, там женщины. И так как-то в бабском вот этом коллективе он вырастает, и потом мы ожидаем, почему-то вдруг он должен стать настоящим мужчиной, воином. А как, да? Вообще, вообще с чего? Где припасы руки? Меня это так все время удивляет, почему у нас такие странные ожидания. И самое ужасное, это то, что последний шанс мужчины стать мужчиной, это семья. Но когда он женится или вступает в какие-то такие долгосрочные отношения, там может неофициальные, то отношения женщины тоже поддерживает в нем концепцию, да я сама, давай мы вместе работу поищем. Ну вот, кстати, вот здесь вот этот конфликт очень интересен, потому что в семье доминирует женщина, она как бы его заставляет идти, делай, причем мысль какая, иди становись лидером, иди становись главным в социуме. Я сказала. Невозможно стать лидером, если ты не проактивен, если ты сам себя не мотивируешь. Переведите, что такое проактивен? Сам себя не мотивируешь и не нацеливаешь на какие-то результаты. Если сзади есть женщина, то всегда ты уже второй. Сзади есть женщина, это хорошо. Ну или спереди. Подожди, если сзади есть женщина, почему ты второй? Ты же тогда первый. Он пошел туда пытаться быть. Но она тебе такая, раз, волшебный пендель. Вот это называется вдохновение по украински. Короче, не получится быть лидером, не получится быть главным в социуме, если ты на самом деле не главный. Ты это делаешь, потому что она тебя пушит, она тебя двигает куда-то. Почему? Она таким образом тылы прикрывает. Нет, если она... Метод показал себя как неэффективный вообще. Да, понимаете, как обосновать можно все, что угодно. Но каждый человек прекрасно знает, он пошел туда по своей доброй воле, потому что он действительно хочет быть главным лидером, как-то социально реализовываться. Или потому что, ну надо, жена заставила, ну как бы, ну простите, пожалуйста, мне придется управлять тут заниматься, потому что жена дома сидит и так далее. То есть не может быть лидер одновременно, как бы, если человек лидер, то он и дома лидер, и на работе лидер, и везде лидер. Если он главный, он везде главный. А вот тут получается такая двойственность. Он вроде как должен быть лидером, но он не лидер в действительности. Да, это достаточно распространенная проблема. Не у всех мужчин, сразу скажу, есть какой-то... Но у большинства. Но у большинства, да. И что же делать, господа? Мне нравится это. Еще будут варианты. Вы знаете, вот я сейчас такой краткий экскурс... Развиваться. Ко мне обратился один журнал с просьбой написать статью на тему того, вот опять, как мотивировать мужчину каким-то свершением в жизни. Я думаю, ознакомлюсь, вот я как человек из научного все-таки мира, ознакомлюсь с тем, что люди пишут. И вот я когда стала находить вообще статьи, вот как мотивировать там мужчину зарабатывать. Во-первых, сама постановка вопроса, она странная, чтобы не выразиться более так некорректно. Во-вторых, ну то есть в самом вопросе уже есть ответ, что никак. Потому что, ну если вы видите в нем мужчину, если вы хотите, чтобы он стал лидером, вы мужественно ничего не делаете. Оставьте его, да? Оставьте его в покое, да. Но большинство статей, вот не большинство, а 99% было такого формата. Первое. Возьмите, сядьте с ним, почитайте объявления в газетах. Ну, как с ребенком. Да, только с дебеленышем, я повторяю, это даже не с ребенком. То есть мы лишаем вообще мужчину в такой роли ответственности, вот этой проактивности, этой самой какой-то самомотивированности, способности ставить значимые для себя цели и двигаться к ним. Вот такой позиции, сядьте с ним, как мама с этим самым, Наташа любит это слово. Ну скажи это слово. Дебеленышем. Я тоже могу сказать дебеленышем. Ребенка любят, о нем заботятся, и о нем заботятся разумные родители до тех пор, пока он не в состоянии что-то сделать сам. Но взрослый мужчина, он точно в состоянии взять газету, представляете, какой-то тяжелый предмет, перевернуть ее, найти там какие-то объявления, или разместить это объявление в интернете. В общем, он все это, он даже знает секрет, как это делать. Но есть другой тип воспитания, например, когда ребенка с детства готовят к трудностям. Знаете, такой папа, плотничок, обычно бритоголовый, он ребенка готовит. В 3 года ребенок уже отжимается 200 раз, в 5 лет он уже на брусьях выполняет какой-то разряд с КМС, как бы добьет и так далее. То есть ребенок с детства готовится к трудностям, он всегда напряжен. И тогда вот такой человек уже, когда он начинает вырастать, начинает вовлекаться в более взрослую жизнь, уже в отношения с девушками и так далее, он крайне переживает за два момента. Первое, он переживает за свою сексуальность. Он боится, что женщина... Почему? Он с детства всегда был напряжен, он не учился никогда кайфовать, расслабляться, общаться с девушками. И поэтому красивая девушка, она для него страшна, она переживательна, потому что она обладает теми состояниями, с которыми он не умеет работать. Он с детства никогда не учился просто подходить к девчонке и сказать привет, улыбнуться, пацан, он всегда с пацанами себя чувствует, в команде хоккейной или футбольной, или где-то в качковом зале тренажерном и так далее. Его этому не учили, и папа этого не показывал. Более того, мама в таких семьях обычно занимает какое место? Второе. А какой она должна занимать? Ну, я не знаю, какой она должна занимать. Все люди, мне кажется, они в этом отношении должны как-то паритетно выстраивать отношения. Боречка, я с тобой не соглашусь. Я не верю в эту концепцию демократии в семье. Ну, ребят, это псевдо, оказывается. Ну, я считаю, это псевдо. Некоторые со мной не согласны, считают, что это возможно. Некоторые, Боречка. Да, почему? Потому что я считаю, что люди идут в брак, ну, хорошее дело браком не назовут, как говорят, но неважно, люди хотят жить вместе, потому что, живя вместе, это делает их целее, это делает их более, ну, что ли... Это оптимистичный прогноз. Люди по очень разным причинам идут в семью. Так бы хотелось. В реальности все происходит по-другому. Но, грубо говоря, без семейных отношений людям сложнее или как-то дискомфортнее, чем в семейных. А у нас, получается, по-другому зачастую. Ты скажи, зачем... Подожди, ты скажи, зачем... Что я хотела спросить? А что ты хотела спросить? Боря, а что Наташа хотела спросить? Вот перед этим обсуждали такую важную тему, а ты меня всегда уводишь куда-то. Простите, пожалуйста. Ты меня не уводи, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вот, что могут быть равноправные отношения. Я в это не верю. К сожалению, это такая плохая новость, но это невозможно. Кто-то ведущий, кто-то ведомый. Не может быть две звезды в одном пространстве. А если это два друга? А если две звезды встречаются, то что происходит дальше? Два друга, это не два сексуальных партнера. Ну, скажем так, у меня есть концепция, где в паре могут быть два и лидера, и два активных, сильных человека в разных аспектах проявленных, и при этом они замечательно могут сосуществовать друг с другом. С этого момента ты слушаешь внимательно меня. Слушаю, да. Вот. Это редкость. Да, это редкость. Но я согласна, что это можно... Но это возможно. Эту разницу, кто ведущий, кто ведомый, там максимально как-то смягчить, чтобы это не было. Женщина там только котлетами занимается, а мужчина такой весь красивый. Я считаю, что муж и жена, они должны быть социально близки. Потому что большинство кризисов семейных происходит на почве того, что она сидит с ребенком, со всеми вытекающими отсюда, неразвитием, личностным отсутствием контактов и тому подобное. А он такой весь пришел на работу, там все женщины, вот они какие-то такие. Тут одна с ним кофе выпила, вторая с ним поехала куда-нибудь на отдых. Там чисто в командировку, но так получилось, и там еще рыбу они половили. И, в общем, как-то жена начинает проигрывать на фоне тех женщин, которые социально более интересны, проявлены и тому подобное. Поэтому я считаю, что важно, чтобы сохранялся вот этот социальный аспект. У меня очень много семей в консультировании есть, которые из разных кругов. Вот там муж из бедной семьи, она из богатой, из очень богатой. Или наоборот. Вот честно им трудно жить, как правило. То есть ты за касты, вот в Индии есть касты, и ты за это. Вы знаете, я не то, чтобы я за это, просто практика показывает, что в большинстве своем это разная ментальность. И вопрос не в том, что они не могут деньги поделить. Один привык всю жизнь экономить, второй привык думать, как заработать. Тут два диаметрально противоволожных подхода. Первый подход, как сделать так, чтобы в рамках наших реальностей люди могли хоть как-то сосуществовать с минимальным количеством конфликтов. И второй путь, который я предлагаю, что нам не обязательно искать из худшего лучшее. Давайте просто поменяем концепцию. Мы зачем вместе? Мы вместе, чтобы взаимно помогать развиваться друг другу или как минимум не мешать. И вот если мы так посмотрим на семейную жизнь, то есть семья это как некое пространство духовного развития двух личностей. Супер, мне очень нравится. Но это путь, это может быть действительно интересный очень путь. И в рамках которого обе личности будут становиться... Ты же сказали, супер. Борь, смотри, вот если так, да, договорились, собрались, начали жить вместе или расписались, семья. Я должен укусить, да? А потом происходит, да, это именно этот момент. Все, ее укусил. А потом происходит то, о чем говорит Наташа, да, когда этот мальчик и эта девочка встретились. И они же уже вместе живут, без родителей. Яркие эмоции закончились. Да, они договорились. За что они вместе делают? И она ему говорит, говорит, Масик, мне бы кремчик и масочку и колготки. Он говорит, не вопрос. Вот тебе магазин ПИП, да, не говорим. Она говорит, слушай, а почему это столько стоит? Моя-то мама сметанку намазала на личико и все хорошо. А почему колготки стоят там 300 гривен, а не 20? Замечаю, я поняла. Что дальше? То есть, по сути, вопрос сводится к следующему. Как мой невроз, я, допустим, женщина, да, вот у меня есть какой-то невроз. Тогда я без терминов. Как мой невроз компенсировать своим партнерам? Вопрос-то давно решен. Какой невроз? Невроз, связанный с желанием переложить ответственность, социальную ответственность на своего партнера. Нужно найти такого же партнера. Нас дети смотрят. Не говори слово невроз, это непонятное слово. Простите, пожалуйста. Переживание, связанное с тем, что я не самостоятельно, но мужчина мне должен. Мужчина должен меня обеспечивать. Вот есть такое представление. Это глючное представление. Все, мы сейчас биться будем. Но! Но! Для того, чтобы пара... Я даже не знаю, с какой стороны помочь. Нас покажет твоей. Для того, чтобы компенсировать эту проблему, женщина ищет мужчину, у которого взаимодополняющая роль в этом сценарии. Боря, да она не ищет. Она его полюбила, такого, какой он есть. С экономной мамой. Ну, я думаю, что в 99% о любви в паре, в принципе, речи никакой не идет. Что? Да. Все! Боря! Нам с тобой во всем, в принципе, нечем говорить. Простите, пожалуйста, но это факт, как бы... Ну, что такое о любви речи? Ну, что такое любовь? Что ты подражаешь под словом любовь? Я, потому что тоже не люблю слово любовь, оно очень абстрактное. А я очень люблю. Оно очень конкретное. Это переживание. Вот. И когда человек его чувствует... А хочешь, я с тобой поспорю? Давай. Это не переживание. Давай. Любовь по пирамиде потребностей Маслова – это потребность. Ну, нет. Есть потребность в любви. То есть, потребность в переживании некоторого состояния. Это потребность. Без этого человек жить не может. Это не приходит... Понимаешь, мы нигде не чувствуем потребность. Мы чувствуем состояние отсутствия удовлетворенности, отсутствия этого переживания или когда оно присутствует. Условно называя, что когда оно отсутствует, это у нас актуализировалась потребность, потребностное чувство, так называемое. Подожди, мы про крем не закончили. Так вот, про крем. Если женщина считает, что в рамках ее представления о том, как должен себя вести мужчина, мужчина ей должен, он как мама, так как папа, должен обеспечивать ее, понятно, она любого мужчину, который так не считает, будет тихонечко казнить, или она его не выберет. Или не тихонечко. Или не тихонечко. Поэтому мужчина, если они хотят как-то компенсировать свой невроз друг об друга, мужчина должен быть тоже с таким же представлением. Он должен чувствовать, что мужчина, он обязан женщине. Он должен зарабатывать для нее, он должен ее содержать, он должен еще что-то делать. Тогда пара действительно называется симбиоз, симбиотическая пара возникает. И они компенсируют свой невроз друг об друга. И могут так существовать достаточно долго. Прям хорошо сказал. Но. Спасибо большое. Да хватит мне родину, Катя. Но если. Так смотри, как красиво поцелуями. Работает, правда работает. Правда работает. Вы думаете, мы о чем-то говорим? Мы демонстрируем, как решать семейные конфликты. Да. Ну, примерно так. Ну, вот можно так. Начинайте с правой руки. Но если все-таки личности, как и женщины, и мужчины, хотят развиваться и становиться самостоятельными, самодостаточными, самоцельными системами, то, понятное дело, нужно немножко по-другому посмотреть на брак. Борис, вы позволите нам с Евой что-нибудь сегодня сказать? Спасибо вам огромное. У меня было столько вопросов, я уже все забыла. Я уже забыла все. Нет, смотрите, у нас мы закончили на том, что кремчики разные концепции. Вот, я помню место, на котором мы остановились. Отчасти я согласна с тем, что если у женщины есть позиция, вот то, что сказал Борис и я абсолютно. Простите, простите. Заметь, согласна с тобой, заметь, это редкость. Бывает такое. Я исправлюсь. О том, что если женщина считает, что мужчина ей должен, то здорово, когда она находит мужчину, который тоже считает, что он должен что-то женщине, тогда у них как-то получится. Но мы берем традиционную встречу двух молодых людей вечерком. Они познакомились, у них случился быстрый секс, родился ребенок. И потом они уже стали разбираться в том, у кого какая концепция. Это у тебя так было? Не надо завидовать. Простите, пожалуйста. Вырежьте мой смех. Неудобно так получилось. Нет, почему? Я не боюсь споренных шуточек. Я же понимаю, это все ревность. Это все страхи, Наташа. Да, это все страхи. Так вот, семья, она, как правило, как-то случилась. Вот как-то они там что-то сошлись, звезды. Иногда они думают, что они пять лет к этому готовились, но на самом деле у них просто были какие-то там эмоции, переживания. Когда они стали загасать, женщина нашла факты и аргументы довести его до ЗАГСа. Потом начинается семейная жизнь, но что не бывает. А бывает же мужчина доводит женщину до ЗАГСа. Она сопротивляется, а он ее просто там тянет в Олден. Прямо покажет. Бывает же такое? Мне кажется, это крайне редко. Это какие-то красные книги. Вот, тянут уже 10 человек. Так ты красные книги, кто бы в этом сомневался? Слушай, я тебе сейчас покажу нашу красную книгу. Там много, нас там много. Просто разные люди паруются, на мой взгляд, собираются в группы, парятся по принципу взаимодополняющих ролей в своем сценарии. То есть, если сценарий совпадает, людям кажется, что они любят друг друга или не нравятся друг другу. Или потенциально они могут запороваться и компенсировать неврозы друг друга. Но так живет большинство. Но это не означает, что нельзя жить по-другому. Почему? Объясню. Вроде как возникает иллюзия такой гармоничности. Одна роль в сценарии, другая роль в этом же сценарии. Они вроде как затусовались, у них возник некоторый симбиоз. Ну, возьмем, например, старика и старуху из сказки, Пушкинской сказки про рыбку золотую. Помните? Она на него, дурачина, ты простофиля, опять чего-то там домой не купил. А он как бы сидит, типа, ой, ну простите, я там такой-сякой. Вот как я прям с Наташей, как бы там, ой, ну простите, как бы я, извините. И так далее. Но при этом, ему не нравится, по идее, что женщина на него кричит, зычит. Не нравится, уходи. Не, не уходит. Почему? Ну куда же она без меня? Ну вроде же, на самом деле, ему выгодно с ней жить. Ему нравится, что она его там строит постоянно. А ей? Ну, Казах, здесь не нравится мужчина, он сидит на печи, ничего не делает, как бы там, ходит на свою рыбалку или в гараж свой. Ну, уйди от него, возьми другого мужчину. В общем, два сапога пара, да? Но ей же тоже это нравится. И получается, что ПБР, ну, знаете, у них есть некоторая выгода. Да, но выгода может быть смерть, например, или болезнь. И человек, по сути, подтверждает свою жизненную позицию. Он говорит, я был прав, я так и знал, что жизнь дерьмо. Я так и знал, и теперь я молодец. А как мне подтверждать, что жизнь дерьмо? А вот рядом со мной живет, да, товарищ, и вот все, что между нами происходит, оно подтверждает мою изначальную базовую установку. Жизнь, извините. Или более удобненько просто. Вот у меня была пара знакомая, сейчас мы уже с ними не общаемся, но все же. Вспомнил сейчас этот диалог. Наташа, смотри, как интересно. Он ее убил, ну, скажем откровенно, без имен, без фамилии. Ну, вот такая ситуация была. Но ведь любишь ее. Я говорю, слушай, так уйди, это ненормально. Это будет повторяться. Нет, я его люблю, я не могу, да, я уйду. Она приходила к нам, демонстрационно показывала эти порванные вещи. Синяки эти, все остальное. И уже где-то на четвертую или пятую встречу нашу, когда мы собирались там, да, в женских этих компаниях, я уже понимаю, что, собственно, жертва без палача она существовать не будет. Там такая сцепка идет серьезно. И вот эти вот все демонстрации, это какое-то, это что-то, ну, по-моему, не особо здоровое. Ну, многие называют это любовью. Да? Да. Я хотела бы обратить внимание на то, что, вот, к сожалению, смешаны понятия семья, любовь и отношения. Я бы их разделила. Потому что любовь – это потребность, ну, потребность в любви. То есть это не какое-то придуманное там понятие, описанное в книгах. И вот это то, без чего можно жить. Мы не можем жить без любви, мы в ней нуждаемся. И все уже в этом убедились. Животные, котик тянется к тому, чтобы вы почесали за ушком, какое-то проявление теплоты, сердечности, а что говорить про человека. Мы нуждаемся в любви, да, в этих сердечных переживаниях. Второе. Семья – это социальный, прежде всего, социальная ячейка общества. То есть это некий договор между мужчиной и женщиной о том, что они будут совместно воспитывать потомство на определенных условиях. И отношения в семье и без семьи между мужчиной и женщиной – это процесс взаимодействия между мужчиной и женщиной. То есть, по сути, это поведение и способы общения. И вот, к сожалению, многие думают, если он меня любит, я смогу с ним жить. А не факт. А не факт. Ведь мы можем любить одного человека, а детей иметь с другим человеком, а секс будет замечательный с третьим человеком. Хорошо, когда оно совпало. Это класс. Но, уверяю вас, далеко не всегда это совпадает. Конечно. Хороший семьянин, я еще раз повторю мысль по второму кругу, хороший семьянин, хороший заботливый отец и так далее, не всегда в постели мачо. Или не всегда он приносит достаточного дохода какого-то. Или не всегда он дает тот спектр чувств, которые женщина хочет получать от мужчины, сердечных, например, каких-то переживаний. Так и хорошо. Что ты тогда советуешь? Идти и искать эти недостающие переживания и чувства на стороне? Или забросить это в дальний угол? Ну ладно, но не сложилось. Сложил лапки и, собственно, живем в таком вот состоянии. Посоветуй, пожалуйста. Натали. Смотрите, поскольку... Я плохой советчик. Стоит отделить, что процесс взаимодействия – это то, что можно нарабатывать. То есть любовь не гарантия того, что мы будем хорошо общаться. Вот много этих семей, там они поругались, разбили полквартиры, потом он упал, пришел на колени с букетом цветов. Мне это так всегда смешно. Но он пришел с цветами. Ну хорошо, и что это значит? Это значит, что через три дня будет то же самое, потому что выводов никто не сделал. То есть стоит понять, что любовь – это не гарант счастливых семейных отношений. Вообще счастливых отношений. И была ли любовь, еще надо установить. Это да. Любовь ли это была, да? Любовь ли это была, на самом деле. Почему? Один из критериев. Это мне очень нравится. Вот если вы любите человека, то вы, по сути, в долгосрочной перспективе, ну как минимум, да, желаете ему добра. А что значит добра? Это добра не по вашим представлениям о добре, а по его представлению. По его, да. То есть вы, по сути, хотите, чтобы этот человек развивался так, как он сам считает, ему необходимо развиваться. И в отношении, если он сидит на диване, он решил сидеть на диване, у него кризис какой-то, еще чего-то, неважно, да? Ну пусть сидит. Ваше отношение не должно к нему портиться, как минимум, да? Вот вы должны принять, да, у человека сейчас колбаса какая-то, он переживает за что-то. Окей, ему нужна моя помощь? Нет, мне нужна. Окей, пусть сидит. Или если он просит помочь, хорошо, мы поможем. Или ему сейчас нужно срочно пойти удовлетворить какую-то свою потребность как-то познакомиться с кем-то и так далее. Для него, ему кажется, что это приведет его к счастью. Окей, мы не должны ему, как минимум, мешать. А если просят, можем даже и подсобить. Ну, как минимум. Я не говорю, что это прям, как, достаточно, достаточно условия для любви. Но это необходимое условие. Если этого не происходит, например, ревность есть. Если есть ревность, все, точка, это не любовь, точно. Наташа, проконсультируй меня, пожалуйста. Понятно, да? Мне кажется, что Боря не как психоаналитик, а как мужчина боится любви. Точно. И боится любить. Точно. Это компрометирующий вопрос. Нет, психоаналитики обычно не боятся, а я боюсь. Я не психоаналитик. Как мужчина. Тебе так не кажется? Боря, у тебя есть жена? Да. Жалко, не сходится падла сейчас. Понимаю, очень сложно вести дальше программу. Наташа, как ты считаешь? Про Бориса? Да, вот мне кажется, из тех предложений, которые я услышала в течение последних 20 минут, можно сказать, что Боря как мужчина боится любить. Многие мужчины боятся любить. А есть еще варианты? Нет. Хорошо, я предложу. Например, Боря как мужчина считает, что любить можно не только одного человека. Вариант? Вариант. Вариант. В мусульманских странах эта схема работает. Например, у меня две дочки маленькие, и я их люблю одинаково. Да, они разные. Я разный спектр переживаний испытываю. Боря, мы сейчас не про дочерей, мы сейчас про женщин. То же самое, когда говорим про женщин. Я могу однозначно сказать, что я видел таких мужчин, которые действительно любят нескольких женщин. И от этого ему хорошо. Но об этом еще Фрейд написал. Разделение чувственного и нежного. Ну, то есть, есть способность переживать какие-то нежные впечатления, есть с одним человеком, такое бывает, что это не совпадает, а сексуальное только с другим. Но это тоже лечится. Хорошо, тогда давай оставим... Если считать, что это невроз, и что это ненормально, то это надо лечить. Но тут надо договориться, мы считаем это ненормальным или нет. Давайте я по-другому сформулирую. Наташа, но вопрос все равно к тебе. Пусть это будет не Боря, пусть это будет какой-то другой мужчина, проживающий в Украине, который боится любить. И есть такие, я знаю точно, не знаю, может быть, это тоже другая красная книга с буквой М, но все-таки есть такие мужчины, которые не позволяют себе любить, открываться. И вот именно у них, Боря, и проявляется такое потребительское отношение к отношениям, к женщинам, с которыми он якобы эти отношения строит. А женщина, она может открыться вот такая, какая есть, любите меня, не любите, ненавидите или что-то. А вот он вот нет. Так, в чем вопрос? Почему? Почему? Ну, как правило, во-первых, боятся любви не только мужчины, но и женщины. Во-вторых, как правило, страх переживаний, он связан с какими-то травмами, с какими-то потерями, там, какого-то сердечного партнера. И это складывается в такую картинку, ну, как бы того, что любить это больно. Да, то есть так запоминается такое впечатление. Но снова хочу вернуться вот к теме «любовь, отношения и семья» и дать несколько рекомендаций. Ну, первое, я считаю то, что надо научиться понимать, что мы любим того, в кого мы вкладываем, и кто вкладывает в нас. То есть однозначно, вот мне сегодня задал клиент вопрос, он говорит, вот я сегодня утром взял ради своей жены, застелил кровать. Ну, вот он считает это большим таким событием. Он говорит, это правильно или это я ей подыгрываю? Я говорю, ну, вам же именно эта мысль пришла в голову, да, вот не цветы постричь там в огороде, да, а вот именно застелить, почему-то вы так решили. Значит, все-таки какой-то ваш отклик есть? Я говорю, она же не намекала вам там, не просила. Он говорит, да, но вот это вот мужчины, которые боятся, как бы, понимаете, по сути мужчины, вот я считаю, главное, чего боятся, это не найти этот баланс между тем, чтобы проявить к женщине любовь и в то же самое время проявить эту любовь. То есть, чтобы не стать от нее зависимым, но остаться с ней в открытых сердечных отношениях. Что значит независимым? Ну, вот хорошо, уже брак состоялся, они уже как-то там повязаны какими-то договорами, ну, осознанными, неосознанными и так далее. Есть обязательства, да, детки еще родились и так далее. Ну, что значит, он боится зависимости? Что тут такого? Выразить женщине чувство или сделать для нее что-то приятное, что для нее будет символом того, что вот он обо мне заботится. Ведь забота и любовь, я их разделяю, это разные переживания. Человек может не любить, но при этом быть заботливым, например. Или наоборот, может любить, но при этом не быть заботливым. Сколько угодно примеров можно приводить. Мне кажется, что проблема не в том, что есть страх зависимости, когда уже пара состоялась, а в том, что мужчина не умеет на самом деле любить. Или женщина не умеет, она не знает, что такое любовь. Она испытывает какой-то спектр переживаний, он у нее в сознании не дифференцирован, и она, например, мама говорит, я люблю тебя, вот я о ребенке, например, вот я о нем забочусь, или о мужчине, я ему готовлю кушать, это я так люблю. Получается, вот это ее внутреннее переживание, оно никогда не выходит напрямую, оно выходит опосредованно через какие-то другие действия. Мужчине кажется, наоборот, я ее люблю, я хожу на работу, зарабатываю деньги, приношу как бы там в общий котел. Это моя форма выражения чувства любви. А почему ты говоришь больше, что это я так не люблю? Объясню. Ведь, вот смотрите, вот папа и ребенок, проще объясню, да? Вот дочка, ну у меня дочка, как бы понятно, да? Вот я, допустим, купил ей подарочек какой-то, приношу, дал ей подарочек, но при этом уехал, как бы не пообщался с ней. Да ей не подарочек мой нужен. Ей хочется, чтобы ее обняли, чтобы она вот здесь почувствовала такой приход, да? Почувствовала некоторое переживание энергетическое, какое-то ощущение, что папа не заботится, он ее любит, или он добр к ней и так далее. А подарочек есть? Нет, ей все равно. Но когда мы подменяем, когда мы чувство реальное, вот это переживание, опосредуем через какие-то действия или вещи, или еще чего-то, например, там мать готовит и так далее, говорит, вот, я о вас забочусь, а вы как бы изверхи, как бы издеваетесь надо мной. Да нет у нее в этот момент чувства к детям. Оно где-то может быть спрятано глубоко-глубоко. Борь, как умеет, как научили. Так вот проблема в том, что люди не умеют. А почему не умеют? Их этому никогда не учили. Хорошо, тогда что делать. А вот в тех редких семьях, в которых родители занимались психологией, которые сами работали над собой, дифференцировали чувствно-эмоциональную систему свою, и учились выражать свои чувства, например, сердечные переживания, вот в этих семьях дети растут более благополучные, более допитанные, то что называется. Хорошая метафора растения. Вот растения надо допитать и водичкой, и какими-то микроэлементами, и земелькой еще, и светом, и так далее. Вот если света нет, то сколько не поливает, только закиснет все, правильно? Сколько подарков не дари, а ей свет нужен был еще, а ей еще водичка нужна, а ей может листочки как-то там правильно подвязать, и так далее. То есть вот чем точнее родитель в паре, партнер в паре, вот выводит то, что нужно партнеру, или хотя бы себя хорошо чувствует, тем более гармонична эта пара. Ну, если метафора это понятна, то вот как-то так. Да, понятно. Но и вместе с этим, что еще можно делать, если родители не были такие грамотные, то это договариваться о том, в какой форме ты слышишь, что я тебя люблю. Кому-то нужна забота, кому-то подарки, кому-то, чтобы его обнимали. И мне кажется, что большинство проблем семейных, они происходят не из-за каких-то глубоких психологических травм, а из-за отсутствия элементарных навыков договоренностей, сесть и договориться, что мы в ближайшие пять лет будем делать, какие у нас цели, насколько они совпадают, не совпадают, как мы можем друг другу в этом помочь. Потому что когда говорят, что мы ссоримся из-за быта, я в это никогда не поверю. Я вообще считаю, что это не может быть проблемой. Быт не может быть проблемой, если мы стратегически двигаемся в одном направлении. Тогда быт – это очень второстепенная какая-то штука. Вот я всегда привожу пример. Но почему, когда живет отдельно женщина и отдельно мужчина, нет этой проблемы быта? Только они начинают жить вместе, у них такие запросы появляются, им столько техники нужно, им столько всего нужно. Они что-то все время делят, кто будет где вытирать. А живут по отдельности, нет этого вопроса. Потому что вопрос не в быте. Или не в быту, как это правильно сказать. Я не знаю, как правильно сказать. В быту. В быту. Вот интересный момент. Сейчас я закончу мысль. Насчет 60% разводов. Я не закончу мысль. Давай. То есть вопрос не в быту. Вопрос в том, как мы сообщаем друг другу, в какой форме, насколько эта форма понятна партнеру, как мы сообщаем то, что мы хотим, что мы не хотим, что мне приятно, что мне неприятно. Вот я еще раз повторю. Я могу любить, но не уметь это выражать понятным для партнера языком. И на этом точка. Я могу любить и выражать. Тогда это будут хорошие и счастливые отношения. Гениальные слова. Гениальные слова. Но теперь давайте возьмем встретить статистического украинца. Он в состоянии хотя бы понять, чего он хочет. Не то, что там свои стратегические цели и задачи. Нет. Почему? Уметь почувствовать себя, чувствовать свои истинные желания. Про потребности я вообще молчу и так далее. Ну и это все очень сложно. Этому учиться надо. У нас к тому, к сожалению, ну или не учат, или как-то не так учат, как бы и так далее. Ведь правильно, если так будет, то у нас большинство, у нас огромное количество браков распадается там на второй-пятый год общения. Эти просто браки не будут заключаться изначально. Люди сядут, один скажет, я хочу вот так вижу жизнь, второй скажет, я вот так, оно не совпадает, мы готовы от чего-то отказаться. Не, не готовы, все, давай не будем заключать брак. Замечательно. Просто они даже не будут заключаться. А если взять те браки, которые уже есть, и они вот так сядут, начнут общаться, то, скорее всего, процент разводов у нас будет еще выше. Как только люди осознают, чего они на самом деле хотят, и выяснится, что их планы жизни не совпадают. Вообще не совпадают. А может быть, даже так выяснится, что плана-то собственно и не было. Ну, как правило, плана нет. Все намного проще, поэтому не пугайтесь. Их надо начать составлять. Тогда смотрите, получается, все советы, которые вы сегодня озвучили, они не нужны. Потому что, так как Боря сказал, смотри, сейчас сядет пара, которая вот случайно, как ты объяснила, да, ну, так произошло, опродился ребенок, начали жить вместе, ну, а что уже там, да, аборт, грех. Вот, вот они живут. Это очень интересно. Говорят, программу классную такую смотрел. Надо сейчас сесть, поговорить, и понять, что мы хотим на ближайшие пять лет, да, или почему. И тут вот через полтора, два, три, пять часов разговора они понимают, что они вообще настолько разные люди, модели разные, идут они вообще непонятно, куда она в одну сторону. Так, Боря, а что дальше? Это очень круто. Если бы большинство людей действительно сели, мне надо с партнером, самими с собой, и подумали, чего я хочу, у нас было бы общество счастливых людей. Боря, так это и есть страшно. Мы сегодня решили говорить о страхах. Для человека, самое сложное, признаться себе в своих истинных желаниях. Не в желаниях, которые одобряемы социально. Вот в социуме важно быть там умным, или важно быть красивым, или важно быть там состоятельным, и так далее. А чего я хочу? А может мне хочется в земле ковыряться, там, не знаю, садить морковку в ту же самую, и я от этого ловлю кайф. Но это как-то непрестижно. Прям плевать на престижность. Мне хочется этим заниматься. У меня душа расцветает в этот момент. Это мой путь. Когда-нибудь я стану в этом замечательным специалистам, и мне будут за это платить даже и деньги хорошие. Но пока я хочу заниматься любимым делом. У нас же общество чуть-чуть по-другому структурировано. Мы все стремимся к каким-то идеальным моделям, шаблонам принятым, одобряемым, ну, шаблонам социально одобряемым. И это мешает нам быть самими собой. Я встречаю молодых девушек и молодых парней, которые находятся в поиске себя. И вы знаете, если раньше... Хранический. Да, да. Если раньше я этих людей как-то вот у меня было к ним какое-то уважение, понимание. Боже мой, какой молодец человек. Нашел в себе силы. Остановился, уволился в поиске смысла жизни, себя, чего-то там. Тут попробовал, та попробовал, все остальное. Жена от него ушла. Да. Дети уже не могут понять, это папа или это не папа. Он сегодня пошел этих послушал, потом этих тут он политикой начал заниматься, потом он там в какую-то секту попал, еще что-то. Ну и простите, как сетевой маркетинг, который затянул, да? Сегодня теньши, завтра гербалайф, потом там амвэй и еще что-то, да? Денег уже нет, семья распалась, мы в поиске себя. Так вот, Борь, чтобы вот такие вот поиски не превратились вот в такие вот вещи. Может быть, иногда на самом деле лучше не надо копать так глубоко, да? Так он не глубоко копает, это защитный механизм. Он не копает, он говорит, я пошел искать себя, это с тем же успехом, он мог пойти в гараж с пацанами или там на рыбалку. И сказал, я себя ищу. А он говорит, я пошел искать себя. Ищу себя в гараже и не нахожу просто. Есть методики поиска своих желаний и так далее. А люди зачастую, да, они под видом поиска себя, под видом, ну, такой интересной духовной задачи, на самом деле просто отказываются от сложностей, которые надо преодолевать, от того, что действительно закалит их душу или заставит их овладеть каким-то новым навыком или душевным качеством. Мне кажется, здесь очевидно. Наталья, у нас минута и тебе слово. Спасибо. Мне кажется, что не стоит пугаться этих разговоров, которые могут привести к пониманию того, что у нас разные цели, потому что все равно можно найти ту точку, где эти цели пересекутся. Как правило, вот эта потребность контролировать друг друга, не проговаривать какие-то точные вещи про себя, про свою жизнь, они связаны со страхом того, что если я буду правдивым, я за это получу. Ну, получу что-то негативное. Поэтому постепенно муж и жена врут друг другу, врут, врут, врут. Сапоги стоят там тысячу гривен, а реально они стоят пять, а он там купил какой-то спиннинг, а он реально стоит не триста гривен, а три тысячи. И вот с этих мелких каких-то вещей, с вот этого вранья, потом ты врешь, что ты не мечтаешь о чем-то, о чем ты мечтаешь, потом ты врешь, что ты не хочешь того секса, которого ты хочешь, просто теряется близость между мужчиной и женщиной. Поэтому я считаю, что иногда это трагично, страшно признаться в том, чего же ты хочешь и как ты видишь свое счастье. но я считаю, что своему партнеру нужно дать шанс и сказать ему не в форме какой-то претензии, а из-за тебя я не могу реализовать вот это. Сказать, ты знаешь, для меня вот это значимо. Как бы ты мог мне помочь это реализовать? Или как бы ты мне могла помочь это реализовать? Давай ты мне поможешь это реализовать, я тебе вот это. Вот мне кажется, в этом функция семьи. Семья должна быть психотерапевтичным пространством, где мы помогаем друг другу становиться лучше, двигаться и достигать. Где мы учимся выражать свои чувства понятным языком? Потому что, к сожалению, пока все умеют очень хорошо выражать недовольство. Но восторг, радость, благодарность как-то не принято, неудобненько. А этому надо учиться. Но учиться этому можно очень просто. Смотреть, какая реакция партнера вот на такое твое действие, на такое, на такое. И наблюдать за тем, что дает отклик. Ну, то есть, вот если ты так благодаришь, реакция очень сильная. А если вот так благодаришь, вообще никакой реакции нет. И все время за этим наблюдать, потому что семья – это процесс. Это не какая-то стабильная система. Вот 10 лет назад таким методом мы жили, и нам было хорошо, и значит, что и сейчас так будет. Нет, каждые 4-5 лет, я считаю, должен пересматриваться этот семейный кодекс, в котором должны быть проговорены цели на ближайшие 5 лет, хотя бы приблизительно, вообще, куда мы идем. Не просто мы все зарабатываем деньги, чтобы кушать, да, а вообще, куда мы движемся. А что принципиально важное, хотелось бы, чтобы произошло в эти 5 лет. И ищем способы, как это реализовать. Да, что-то не получится, что-то получится, но это будет очень проблизость между мужчиной и женщиной. Абсолютно согласен. То есть, научный подход, семья, как некоторый такой проект, научный эксперимент по развитию друг друга, и тут нужно и внимательность, и наблюдательность, и гипотезы, и проверять эти гипотезы, и подмечать закономерности, и менять, пробовать что-то другое, выходить за рамки своих привычных стереотипов. Ну, в сути, развитие это и есть, что такое? Отказ от стереотипов. И вот тогда люди будут целее, 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 и тогда действительно чувство, наконец, они смогут проявиться не как-то так вот через задницу, а напрямую. И вот тогда люди действительно будут чувствовать любовь, доброту, счастье, сексуальное желание, уверенность друг в друге, и так далее, и не будут бояться. А как эпатажненько все начиналось. Пять партнеров, нет, три мужа, три плюс четыре. Ну, простите, пожалуйста. Я говорила про партнеров, я имела в виду не какие-то реальные отношения с любовниками, я имела в виду, что когда женщина все время сфокусирована на муже, он ей хронически не дает каких-то моментов внимания, она начинает зацикливаться, требовать что-то от нее. А внимания его нельзя требовать. Когда вы идете по улице и видите красную витрину, она не требует «посмотри на меня», вы просто туда смотрите. Автоматом. Автоматом. Поэтому, когда, мне кажется, и у мужчины, и у женщины должны быть друзья противоположного пола, друзья, приятели, поклонники, мы когда-то чувствуем, что ты просто в каком-то хорошем от себя настроении. Наталья, тоже нужно быть аккуратным, потому что твой партнер может быть очень ревнивым человеком, и поэтому потом он прочитает это абсолютно иначе. Я думаю, что аккуратным всегда нужно быть. Но когда все-таки мы замыкаемся исключительно друг на друге, как правило, просто про этих друзей и подруг мы не знаем, но они все равно присутствуют. Поэтому все-таки, ну не знаю, у меня муж не ревнует. Слышишь, какая она счастливая женщина. Да. Какой муж у нее счастливый. Да, вообще. Но ведь фишка в чем? Мы же почему ревнуем? Мы ревнуем зачастую потому что мы сами не умеем дополучать каких-то переживаний, значимых для нас. И мы пытаемся запретить... Наталья, он сейчас плохо говорит... А, нет, сейчас он не говорит плохо от твоего мужа. Нет, нет, он сейчас хорошо говорит от твоего мужа. Да, и мы пытаемся запретить нашему партнеру догоняться, то, что называется, в кавычках, дополучать те состояния, которые для самих значимы. Знаете, как собака на сене и сам никому другому не дам. Ну вот, по сути, признать себе, что я ревную потому что, на самом деле, я бы сам хотел так же, да? А себе не могу позволить потому что я тогда буду плохой мой образ себя такого хорошего или вот я много лет я говорил, что так нельзя, а теперь придется сказать, что, дорогая, я был неправ, прости меня, пожалуйста. Или она ему должна сказать, дорогой, ты знаешь, я была неправа. Мы, по сути, мешали друг другу развивать этот аспект. Семья – это не способ убить друг друга психологически. Это психотерапевтическое пространство. Это пространство, где оба человека могут развиваться. И более того, они могут развиваться лучше, чем если бы они были отдельно. Если это не так, не надо вступать в семейные отношения. Если это так, мне кажется, это как раз тогда бы семейные отношения показаны для таких людей. Спасибо вам большое. Я вас благодарю. Я думаю, очень много советов вы сегодня дали для наших зрителей. Спасибо вам. Ну что же, вот такие мнения наших экспертов. Это правдиво. Я, Ева Бажин, в следующую субботу в 19 мы снова встретимся здесь на Крещатике 26. До встречи. Улыбайтесь чаще. Надо... Там кусаться? Да, где-то вот, где-то надо у... Ждем золушку. Та-та-та-та-та-та. Запрещено говорить. Тремное. Я буду, я буду вот так делать. А тебе и посидеть. Все, поехали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok